У нас сегодня докладчик Константин Ушинин, он вам расскажет про микроскопы и про глубокие нейронные сети. Мне вот, к сожалению, сейчас придётся уйти, я уже сегодня не вернусь, так что сможешь провести сам семинар? Провести сам смогу семинар. Добрый день, я зовут Ушинин Константин, я сотрудник лаборатории математического моделирования в физиологии и медицине с использованием суперкомпьютерных технологий. Значит, так получилось, что наша лаборатория работала, взрослая лаборатория, она должна брать данные. Это привело к тому, что мы начали искать, каким образом вообще это делается и подходы существуют. В отличие от всех презентаций, которые обычно читают по правилам, презентации не по правилам, но сначала посмотрим задачу одну, по которой, собственно, сделаем название. Потом уже посмотрим, какие какие-то теоретические вещи, ну, даже не теорию, это, наверное, такой науч-коп, по поводу того, что вообще происходит и какие тренды есть в данной области. Я покажу после этого, какие данные у нас сейчас есть, потому что мы сделали студенческую лабораторию на РТФ, и эта лаборатория самостоятельно собирает данные и размечает их. Давайте задимся с таким вопросом. Кому когда-нибудь кололи палец? Все руки не понимаем, что палец сейчас не колется, и дадим кровь из вены. Противо внимание? Ты не дели кололи палец. Кому кололи палец, значит, кто-то волосы дадим кровь на микроскопе. Кого из вены на поточном цитофлоометре, я объясню на следующем стаде. Значит, давайте посмотрим что-то к анализу крови. Все закрыто. Значит, кровь у вас — это четыре компонента. Первая — это плазма крови, это водичка с глюкозой и солью. То есть у вас кровь, она обладает целенностью, содержит всякие полезные ионы, которые в всех клетках как-то участвуют. И у вас есть три основных компонента крови. Это, значит, красные кровяные тельца, тромбоциты — это вот эти вот маленькие штучки. И лейкоциты — это такие штучки, которые обводятся у нас с инфекциями, вирусами и так далее. Если вы возьмете когда-нибудь свой анализ крови, у вас, если на английский софт стоял, у вас будут такие вот обозначения, а на английский, если русский, там будет что-нибудь написано вот типа такого, но может быть немножко по-другому. И идея такая, что, вообще говоря, анализ крови является почти самым массовым анализом, который делают вообще всем. То есть на всех диагностиках, когда люди в больнице лежат и так далее. То есть на самом деле пропускная способность должна быть огромной. То есть уйдет вообще всем. И вопрос такой, как его делают, как его делают? Значит, как его делают сейчас? Вот в современном мире, когда у нас будет кровь-измена, эта кровь напрямую идет в точность от облора. Эта конструкция сделана следующим образом. У вас есть две форсунки, одна, в одной капает кровь, в другой форсунке воздухом ее продувает, и у вас кровь, каждая клетка по отдельности пролетает через стерео лазеров. И через счетчик полтора, короче, меряет электропроводность объекта, который через него прошел. Соответственно, в большой клинике стоит такая балдура, называется гематоанализатор, если обычно там проточится это флоометр, и каким-то образом выделяют у вас компоненты крови. Фактически, каждая клетка выпадает в датчик, и правильно каждая клетка меряется. Значит, вот здесь что самое интересное получается. План на крови, она не очень интересна. Количество на литр эритроцитов. То есть, у вас эритроцит проходит, вы его считаете, смотрите, если я не объем, потому что у вас его видно каждый, и, естественно, все неправильно рассчитываете. Рассчитываете эритроциты и так далее. И сейчас в основном так и делают. Проблема есть одна. Вот это вот устройство стоит 2 миллиона рублей, самый дешевый. То есть, 700 тысяч за 2 миллионов, чем больше он вас стоит, тем больше он анализов может делать, тем он полезен для лаборатории. Значит, как делали анализ крови раньше? Когда вам колют кровь из пальца, все видите, какие-то два стеклышка берут и назор делают. Вот этот назор помещается под микроскоп, за него садится лаборант и выписывает количество клеток. Значит, эритроциты немножко не так считают, но вот с такого мазка обычно считают лейкоциты. И идея такая, что... Это, кстати, наша фотография, мы сами тебя займем. Вот эти вот... Значит, такой препарат, он окрашивается специальным красителем, ну, фактически таким же, как я покрашиваю, моя рубашка, это азура и азин. И эритроциты становятся синимкими кружками, а лейкоциты вот такими странными загогулинками. Значит, как делает человек? Он берет, находит 100 таких клеток по очереди, то есть, вот сдвигает вот такой препарат, считает 100 клеток и определяет их тип. 100 клеток начитал, у него в процентном соотношении есть 5 типов лейкоцитов. То есть, идея вот лейкоцитарно формулирует об этом. И тут есть один маленький момент. Значит, микроскоп стоит очень дешево. То есть, микроскоп, который позволяет вам с таким качеством получать изображение, его можно сделать за 7 тысяч рублей. И получается, что если у вас есть лаборант, и вы платите ему зарплату, то до определенного количества проб вам выгоднее платить лаборанту и делать мазки. А начиная с определенного потока людей, вам выгоднее купить оборудование, которое у вас закупится за счет потока людей. И, соответственно, появилась такая идея, которая развивалась за последние 10 лет. Давайте мы лаборанта заменим на машинную, на нейронную сеть. И вот эта нейронная сеть берется микроскоп, который дает тысячекратное увеличение, берется хорошая камера, ой, стократно, стократно. Берется хорошая камера, которая делает цифровое десятикратное увеличение. И, значит, эта нейронная сеть распознает картинки. В принципе, до нейронной сети такие же вещи были, но сейчас это стало прямо вот… За последние 5 лет, если мы посмотрим 5-6 статей по этой области, одни люди, это все одинаково работают. И идея как раз заключается в том, что нейронные сети в данном случае, то есть с помощью IT, вы, получается, очень сильно снижаете цену оборудования. Также какие задачи еще можно считать с помощью этого? Значит, мне, к сожалению, отрезают, потому что они из слайда, там написаны все публикации, потом презентацию выложим, можно какие-то читать. Это выделение малярийных плазмодиев. Значит, с малярийным плазмодием все немножко сложнее. Дело в том, что, во-первых, его видно только так, то есть надо на него смотреть. При этом здесь написана такая вещь, можно исследовать рядки патологии. Вот у вас в крови может быть очень много чего. То есть у вас 99,9% людей, им нужен просто анализ крови, а там 0,1% нужен опыт гематолог, который смотрит на кровь и говорит, что у него, например, малярия. Причем, какой она стадия, сколько у него тут всяких штук и так далее. И вот нейронки, например, их также отлично выделяют. Причем в Оксфорде есть целая лаборатория, которая занимается только одной задачей – выделением различных клеток с помощью микроскопа и камеры телефона. Потому что камера телефона стоит очень дешево, и во многих странах телефоны есть у всех. Например, в Индии. Там практически у всех людей, в зависимости от социального сословия, микроскоп есть. И, соответственно, если у вас есть… Ой, не микроскоп, а телефон. Если у вас есть микроскоп за 7000 рублей и телефон любой, вы потенциально можете декорировать малярию. Причем декорировать все ваши деревья, если вы находитесь в общем-то переход. И, значит, идея в следующем. Значит, на самом деле, поточный цветов километр стоит очень дешево. Почему? Потому что у вас цена оборудования – это не реальная цена оборудования, а то, сколько оно окупается. Соответственно, если у вас будет поток пациентов, в котором там 10 тысяч человек, я аутрирую, конечно, очень много, но достаточно нарушает поток пациентов, то оборудование очень быстро окупится. И для клиники не составляет, когда закупить поточный цветов километр, делать массовый анализ крови. То есть это не очень нужно в России, например. Потому что в России, как ни странно, мы относимся к золотому миллиону, и у нас потрясающий там… Есть золотой миллиарды, да. И мы имеем фактически деньги на то, чтобы просто купить. Но на самом деле есть огромное количество стран с очень большим населением, которые, мягко говоря, позволить себе это не могут. И для них такие технологии являются очень значительными. Например, в Oxford в Nature 2-3 года назад опубликована статья, в которой предложен микроскоп, стоящий 5 центов. Там капля воды, две пленки и бумажка. Вы его сгибаете, и у вас он дает разрешение достаточно для того, чтобы модели на плазмогию видеть. И эта статья в Nature просто за то, что люди придумали картонку. Это очень актуально, по сути. Ну, и они их массово продают, просто раздумываясь. 5 центов стоит на микроскоп, то есть он не детектировать. Если человека научить, видите. Вот. И здесь он замечает вопрос. Вот эта вот штука, вот эта штука, это большая бандура. Ну, то есть, если вы хотите сделать форсунку, которая выпускает вам воздух, вы не можете сделать ее маленькой. Вы должны сделать, занять пол стола. Существует достаточно бесчеркное предложение, когда вам надо делать анализ в поле. Кто-нибудь видел микроскопы за 700 рублей, которые на телефон одеваются, на которые позволяют деньги определять? То есть микроскоп можно сделать очень маленький. Более того, даже очень сильный микроскоп можно сделать очень маленький. А по точке садоклометра вытащить невозможно. Есть куча условий, когда вам нужно что-то делать. То есть в полной антисанитарии, без подготовленных каждого из всего определять в поле, например, вам нужны экспресс-тесты. То есть это зоны боевых действий, это зоны катастроф, еще чего-нибудь, когда у вас нет питания, ничего. Микроскоп у вас есть, он работает без электричества, ну, с диодом. А по точке садоклометра ему нужна сеть. Если у вас он вырубится, не факт, что он у вас переживет вообще угробное питание. И еще момент. Значит, ветеринарные клиники и фермы. Вот все вот это вот оборудование, оно проходит большое лицензирование. То есть вот это вот штуки, есть специальные стандарты для них. И FDA в США, и, похоже, в других странах, они как бы выписывают заключение о том, что то, что делает этот аппарат, это реальность. И это достаточно сложно выйти на рынок с такими решениями, потому что она доказывает, что все это работает. А для ветеринаров ничего не надо. Но при этом у вас ветеринарная клиника, она получает намного меньше денег, потому что вот сколько стоит полежать в больнице в неделю в России? Примерно 17 тысяч. Если вы просто попали туда с подземелья на что-то непонятно что, у вас от 20 до 30 тысяч стоят оплаты вашей страховки. Если вы приносите кошечку-собачку у вас цельный чек будет составлять где-то 4-5 тысяч в визике на смотре ветеринарной, если там что-то серьезное. И ветеранная клиника, у нее просто маржа и поток клиентов намного меньше. Они не могут себе позволить крутую оборудование. Если вы пытались сделать анализ крови кошки, то вам предложат, либо вам реально предложат просто опять эту другую клинику. То есть делать анализ кошки на таксоплазмоз, например, в городе Кенгуре достаточно сложная задача. Почему это происходит? Потому что это, потому что у них денег на дорогу, хороший. И также фермы. То есть у вас поступающие молоко на все комбинации, есть специальное оборудование, которое проверяет, что оно не содержит бротерии и так далее. И оно так по другому же принципу работает. Но это крупные компании. А маленькая ферма в деревне, вот они метаблок до 17 тысяч не могут себе позволить, а позволить по точке до плана за 2 миллиона, они не могут. А им тоже хочется определять, что у них происходит. Надо смотреть там семью быков, им надо смотреть кровь, им надо делать экспресс-анализы молока того же. И это на самом деле большое количество приложений, это у нас существует. Вот. Ну вот это вот первая часть, собственно, такая вводная часть, почему этим стоит заниматься. То есть, что это не просто математика, это для красоты, а зачем этим заниматься. По этой части есть какие-то вопросы? Вопросы к морю на самом деле, Ну давай. До поток. Ну хотя бы, вот смотри, вопрос такой, хотя я, собственно, буду ко второй части технической. Про бизнесовую просто очень много вопросов и рисков, которые, ну, банально, как говорится, а кто будет отвечать за качество результата и так далее и тому подобное. Тут основные причины и юридические риски. Это хороший вопрос. Значит, первое, коммерческие системы, делающие вот это, существуют. Они делают методами не нейронок, а делают это методами классического распознания образа. Второе, значит, по поводу дешевых микроскопов и прочее, сейчас выйдут еще и стартапы, вот прямо сейчас, не кстати, 19-го года, прямо напрямую сапелированные от компакта. Ну просто, видишь, как бы, у меня тут есть кейс Терана, салька, которая-то, девочка-то. Я уже там, она тоже говорила, говорила, в итоге обостралась и вся эта... Холмс, да. Холмс. А что это такое? Ну, он такой, ну, короче, все болезни. Нет, ничего. А как хотите ли делать? Нет, это заборами, не заборами, под капли крови, а поделить все болезни другого человека. Калифорнии, которая... Замечательно. А давайте мы, короче, возьмем какие-то пирамиды и еще что-нибудь, ведем их в примеры технологий и скажем, что вот вы знаете, вот кабель не смогли протянуть, ну, наверное, кто не знает там историю, что кабель через атмосферский океан три раза не смогли протянуть, и все считали это аферами. Но почему-то сейчас полностью интернетом связывался с США. Нет, у нас здесь все хри, поэтому давайте безносовый компонент опустим, приемки к нашим. Теперь давайте перейдем к нейронным сетям. Это уже такая популярная лекция по нейронным сетям. И она так тоже так и провокационно называется. Почему распознавание образов мертвой, почему нейронные сети делают сейчас эволюцию? Значит, что такое распознавание образов и обработка изображений вот в классическом понимании? Значит, оно, во-первых, зародилось очень давно. То есть, первые работы по матно-морфологии, они, по-моему, 64-го года. Как только появилась возможность черно-белой картинки грузить в размере 10 на 10 пикселей, мы стали заниматься обработкой изображения еще на старых новых проектах. Значит, Facebook первый, даже не так, корпоративную карту клиент, пока не какая-то... Короче, вот список сотрудников с фотографиями, сделанной IBM по-моему, в 80-х годах. Они потратили огромные деньги на то, чтобы фотографировать один отдел, сделать загрузку картинок в этот. Потому что у них не было ни сканеров, ничего. И у них был удаленный, короче, доступ к этому. И это было, типа, очень круто. Сейчас это у всех есть. И, значит, идея такая, что она, на самом деле, очень старая. И при этом в ней есть одна большая проблема, которая до сих пор здесь существует. Значит, если мы говорим об анализе сигналов, теория фильтров, она существует очень давно. И из теории фильтров следует, почему фильтры, которые мы выбираем, качественные. Почему особенности обработки, почему конкретно надо выбрать метод, не имеют никакого основания, кроме того, что это хорошо работает. То есть мы берем также датасет и говорим, ну, ведь работает, ну и все. И более-менее вменяемое основание существует только для очень маленького количество алгоритмов. И ситуация следующая, то есть как работает с познаванием образа. Мы берем и улучшаем картинку каким-нибудь трэш-холдингом, чтобы хоть что-то было видимо. Не трэш-холдинг, каким-нибудь там фильтром локальной эквализации, это вот фотография луны, которая позволяет хотя бы кратер увидеть. Потом мы делаем бинарные маски, ну или выделяем регионы, которые нам интересны, из них получаем параметры. То есть это стандартный, например, с хакетиленов, то есть любого региона можно посчитать площадь, периметр, описываемый квадрат, значит, главную компоненту, то есть насколько он вытянет, увлаждаем на IC, и вторую компоненту, ну поскольку картинка двумянная. И дальше мы по этим фичерам делаем классификатор и говорим, ну вот эта вот картинка, если на ней есть такой объект с такими параметрами, значит это ковчика, а второе это собачка. И есть выбор фич, который мы используем. Обычно вот это выделение обязательно используют сверки, она просто лежит на ключах исследования его опыта. Если он что-то не сделал, то даже непонятно, это вообще невозможно сделать или он просто некомпетентен. Если он даже что-то сделал, не факт, что это будет работать в каких условиях, опять же, потому что мы не имеем теории фильтров, мы не знаем свойства того, что у нас на выходе не получается, более-менее обменяемых. Ну и классические тоже примеры, если кто-то не знает, это детектор крови в Кэнни, это то, что выучат в базовом курсе, как выделить там регионы, отцу гистограмм на две части и так далее. Это классически все подходят. Что такое несвязывающая нейронная сеть? Дело в том, что несвязывающая нейронная сеть состоит из двух частей. Первый – это набор сверток, второй – это классификатор. То есть, если мы берем последние слои полностью связанные, это просто обычный классификатор, такой же, как многословенный перцептрон. И, в принципе, эта вещь вообще может заменить на дерево любое. Только непонятно, как там пропагаться, ошибки делать через дерево. Единственное, почему у нас здесь состоится сетка, потому что мы пропагаться жидко через нее делаем. И вот этот набор сверток, в чем он заключается? Он находит такие свертки, которые каким-то образом максимально максимизируют выход от объекта, который он ищет. То есть, вот здесь представлены свертки первого уровня. На самом деле, в многих случаях видно, что это что-то похожее на волны, повернуто, в каком-то направлении. То есть, это такой набор фич. Это, конечно, непонятная картинка, их там намного больше. То есть, фич, на котором учатся, в принципе, это те же самые фильтры, которые выбирают исследователи. То есть, там, гаусс-эффильтры, еще что-нибудь. Там, правенца, гауссиан, гауссиан и прочее. И получается, что за счет вот этого минимизации и пропагации ошибки на данном датасете, который у нас есть, эти правила практически оптимальны. В сетках практически невозможно достичь хорошего качества в плане свестись прямо к абсолютно минимуму, но очень близко к оптимальному результату получается. И свертки, по сути, подбирают не исследователи, а выбираются на алгоритм. Таким образом, вы имеете больше техноэффективности. И дальше происходит интересная вещь. Значит, на свертках первого, то есть, вот здесь, вот в первом стеке, оказываются свертки, ищущие обычные признаки. Кстати, я даже не выписал, почему-то, откуда это взято. это, по-моему, что-то рискнет, или что-то типа такого. На втором это признаки второго уровня, которые ищут большие компоненты. То есть, глаза, там, еще что-нибудь, коробки какие-нибудь и так далее. И третье, это уже, собственно, образы, то есть машин, там, животных определенных и так далее. Так вот, очень многие люди сбывают о интересной работе, которая была взянута на Нобелевку в 1980 году. Тут есть небольшой вопрос с этикой, потому что этот эксперимент делается на кошках. Значит, делается следующая вещь. Зрительная кора у животных, причем у всех, начиная, у всех, в России, позвоночных, у которых глаза есть. Вонседника нет, но у рыбы уже есть. У них задняя кора, это визуал-кортекс, так называемый. То есть, она в затылке находится. И, значит, эксперимент следующий. У вас нейронная сеть в реальном организме, она не просто силой сигнала передает, она передает чистотой спайков. То есть, если у вас много спайков, значит импульс большой. Если спайки редкие, то импульса нет. То есть, вот такие спайки. И что делать? Значит, вставлялся электрод достаточно глубоком, фактически это в первый слой, такой же. И передавалось, значит, сначала свет, потом тень, и проецируют геометрические паттерны, фактически линии. И были найдены нейроны, которые отвечают четко за определенный наклон этой линии. Фактически, если мы возьмем из вот этой свертки, из первого слоя вот эту вот свертку, которая здесь написана, именно она улучшится на такую линию. То есть, у вас нейронная сеть учится на такие же фишки, на которые учится визуальная кора. Дальше было уже доказано чуть позже, что если мы нейроны пододвинем, там начинается анализ образов. То есть, там наличие еды, отсутствие еды в кадре, то есть, есть группа нейронов, которые соответственно и так далее. Там у человека тоже было проведено, мы лица примерно также распознаем, там с некоторой разницей. Но самая главная идея, которая есть, в отличие от распознавания образов, которые работают так, как оно сделано, всеобщие нейронные сети это на самом деле модель того, как реально видят позвоночные. То есть, вы не просто, нейронные сети это не новый метод, это не новый метод обработки изображений, это по сути модель реально того, как работает визуальная кора у позвоночника. Если сделать там больше нейронов, получить подольше и так далее, фактически она способна делать то же самое, что может делать человек. Окей, давайте сейчас посмотрим архитектуру приемов. Там мы поскольку поработали два месяца, сколько это там, полгода я смотрел приблизительно тему эту. Какие вещи обычно в медицине используются и что есть? Первое это сверстные нейронные сети. Значит, сверстные нейронные сети обычно делают очень много блогов, в которых показана картинка типа какой-нибудь лейкоцит и он классифицирует типа если есть лейкоцит, то нет это практически бесполезно на практике задача, потому что у вас всегда лейкоцитов много и не склеены. Но идея такая, значит, у CNN есть CNN сжаль задачи классификации, то есть он может по картинке сказать, что это. Если вы типируете, например, у гистологов определение класса называется типированием и классификацией, если вы типируете гистологические снимки, то вам надо определить, что вы видите. Если вы просто нашли что-то, то у вас конвенционная сеть может сказать, да, в интернете это есть. В чем ее большое преимущество? Значит, оно работает независимо от того, в каком месте находится объект. То есть, если вы объект сдвигаете вверх вправо, но не масштабируете его, у вас сетка на него все равно продолжает учиться. Если вы его поворачиваете, это уже другая тема. Это называется аугментация, когда вы этот ассет расширяете. И он достаточно хорошо работает. Про DeepFitch Vector чуть попозже расскажу. Я, кстати, думаю, что это сланг, потому что в других работах я этого не видел. Но чуть попозже придем. Значит, сетка UNED это так называемые песочные часы, архитектуры с песочными часами. То есть, это глубокий автоэнкодер, то есть, сетка, у которой слоев слои сокращаются до узкого места, потом расширяются. И с нее прокинуты дополнительные линии, которые позволяют на фиче из первых уровней вытаскивать в последние. Что она позволяет делать? Она позволяет сделать сегментацию. То есть, вот так же, как мы каким-то образом искали здесь овал, искали там тратыш-холдинг или по-прочему. Вот, как, например, метод сечения по отцу делает перевод в бинарную маску. Фактически, она из картинки получает бинарную маску. И у вас там дебил, а там то, что вы ищете. Например, здесь границы кратеров. Чем она мне очень сильно нравится? Она учится на очень маленьком датасете. Буквально 8 картинок для нее достаточно, чтобы с качеством 80% научиться детектировать объект. Мы это специально делали с клетками и там за исключением некоторых особенностей она очень клевая. Также она сейчас варианты ТСТ различные. Они сейчас единственный способ делать автоматическую сегментацию, например, сердца или опухоли мозга по данным МРТ. Fully Conglational Network это то, что появилось недавно, там, по-моему, 14-го года 15-го года статья. Значит, в чем особенность, в чем проблема у Иннета? У вас картинки с микроскопа, они, ну, с МРТ картинки еще нормальные, там, размер 512 на 620 обычно, там, 256, 256, они маленькие. Значит, с микроскопа, чем круче микроскоп, тем у вас больше картинка. То есть, практически все пытаются засунуть хорошую камеру, и у вас цифровое увеличение огромное. То есть, у нас картинка ПМГ весит 10 мегабайт, по-моему, примерно на 2,5 мегабайт. 2,5 мегабайт, там, вот такие размеры. И это считается микроскоп, типа, дешевого уровня. Ну, если седали, на дешевый уровень. Если возьмете более дорогие, у вас там, может, в три раза больше. И проблема в чем? У Иннета, если вы посмотрите, у него входной слой первый идет под размер картинки, 256. То есть, если вы сделаете ужимание, то у вас потеряются особенности картинки, и вы просто перестанете учить эти объекты, которые плохо видны. Мы, собственно, это делали, а так не получается. Вам нужно либо резать картинку, инструменты персобирать, тогда у вас все проблемы будут на границе, потому что на границе все равно не так работают, там же есть граница, и на границе вы получаете искажение значительное. А full convolutional network позволяет это обходить. По сути, она смотрит на часть изображения, и вам на выходе в Pixelwise Prediction слой дает класс каждого пикселя. То есть, что такое сегментация? Для каждой пиксели стать один или иной. Вот она, ее идея заключается именно в этом. Мы ее пока пилим, но не попробовали в нашей задаче. Я чуть попозже покажу, в чем мы ее пытаемся использовать. То есть, ее большое преимущество в том, что она не скована размерами картинки. Значит, дальше, стекинг. Это классическая тема, которая часто используется с классификаторами. Зачем часто бывает, что классификатор на один класс или на два класса определенного типа обучить легче, чем все остальные. С чем это связано? Очень часто бывают неравновесные выборки. То есть, у вас, например, все объекты принадлежат одному классу 99% от выборов, а в других объектах у вас 5% всего. Вопрос есть какой-то? И получается, что вы нейронку никогда не сможете научить. Даже если вы делаете свешивание, свешивание вам частично не мешает проблему, но он не мешает проблему полностью. Это сложно. И вот часто делают такую штуку. Они делаются стекинг, то есть, классификатором вещества несколько классов, потом добавляется еще один классификатор, дающий итоговый выход. Здесь вопрос есть? Все знают, да? Все просто смотрят очень внимательно. Я не понимаю, либо все не понимают, либо слишком просто. Пока все понятно. Окей. Значит, дипфичный вектор. Идея о следующем. Значит, у вас очень часто в биологии присутствует экспертный признак, который говорит, что ваше... Ну, короче, он должен иметь максимальный вес. То есть, условно говоря, если человек мертв, то он не жив. Да? И говорить там... В общем, очень часто... Почему невозможно добавиться от врача, да? Потому что, во-первых, пациент с ним приходит, и врач – это такой психолог, который понимает, что расскажет пациент. Очень часто пациент врет. Очень часто можно сразу понять по внешнему виду, по каким-то признакам, которые врач что-то понимал. И ставит диагноз даже несмотря на инженитарную исследованию. И фактически это экспертный признак. И этот экспертный признак появляется в очень большом количестве приложений. Чем они связаны? Они связаны с тем, что у вас уже есть устояющий метод классификации. для лейкоцитов это там определенная форма ядра обязательно должна присутствовать. Вы очень легко можете найти, и она бывает ноль или единиц, типа да или нет. если она да, то никакие другие особенности не играют. И что делается? Значит, берется сверху нейронной сети, она улучшится на какие-то классы, которые вы заранее задаете. Ну, допустим, на 10 штук. Она у вас улучшится, после этого вы этот слой выкидываете и берете выход расширенный. То есть у вас здесь, например, 32 слоя, а здесь всего 10 классов. И вот эти 32 нейрона вы даете как входные вектора для рандом-фореста. И эти нейроны дополняют экспертные признаки. То есть у вас есть три алгоритма, пододелывающие нелинейную разберемость. Это SVM, рандом-форест и нейрон-нетокс. SVM, там проблема с ограничением в 10 тысяч элементов, потому что там делается расчет матрицы, и она полная, в общем, больше 10 тысяч вы ее с трудом примените. Рандом-форест, я не знаю, там ограничения, но он лестенько любые FrM, которые разделяются, и он работает лучше всего практически на всех задачах. То есть если вас делают задачи классификации, RANDOM-форест практически всегда победит. RANDOM-форест всегда победит на классификации нейрок. Поэтому, чтобы вытащить признаки, которые нам не очевидны, и мы не можем их выразить словами, мы используем нейронку, получаем не выход, а глубокий слой. Глубокий слой подаем RANDOM-форест вместе с экспертным признаками, и он вам выдает решение. Значит, классификация RITMI, то есть классификация сигналов коротких вот в начале 2016 года один из победитель именно такую сети использовал второй победитель сколько это моя тема все-таки скажу про это они используют так называемый abundance learning по сути это та же самая идея только они напрямую во входной стоят подавали не один сигнал а подавали дополненные остальными фичами которые размечены получают и у них одна картинка превращает то есть один сигнал допустим 10 тысяч элементов на 1 превращается 10 тысяч элементов на 100 картинка в конвалиционную нейронку идея такая давайте мы данные обогатим то есть у нас есть огромное количество по занимаешься определенными задачами значит для обработки кг это по разрабатывал 70-х годов то есть первая автоматическая сегментация была выполнена шпи в 74 меня точно знаю просто на экспертных признаках экспертная система была написана не смогли никому продать но идея такая значит у вас ключов которые вытаскивают очень много признаков из сигнала или например у вас также существует софт который вытаскивает очень много признаков из картинки из чего-то но почему бы не воспользоваться то есть у нас нейронка классифицирует то что мы не можем выразить словами то что весь софт используется мы просто дополняем и значит они сильно дополняли приблизительно 120 признаками которые можно вытащить из формы кирс комплексов и надо было четыре краса разделить его два победителя это вот один ну по сути идея очень похоже то есть здесь экспертные признаки были было поменьше но они были очень важны а здесь здесь просто пытались запихнуть что есть и разница только в том где вы спорте экспертные признаки на входе нейронки как здесь или на выходе нейрон вместе с рандом форестом вот и на для значит клеток сейчас в восемнадцатом году победитель ой это ошибка тут не физиона это тут как бы как бы когда такая повард ошибка у меня презентации статья с тесно по ним было в чем особенности вообще обработки из данных с микроскопом у вас очень большая проблема с слипшимися клетками существует только один метод который позволяет их расти если вы видели весь регион клеток вы используете watershed и в атершет вам эти клетки разделяют проблема то что человек абсолютно не так и ватершетт ватершетт там по-ближайшему разделить получится а человек на самом деле работает не так он смотрит на границу клеток то есть он знает что здесь две такие уголка есть там где они слипаются человек представит что клетка на все угол если вы человеку давайте размять размять даже полностью закрашивать осет он все равно его разметит по вот этим вот линия, чтобы попробовать их соединить или что-то сделать. И в 2018 году появилась идея, давайте дополнительный класс, учитывая мембранные паттерны. То есть, не факт. Юнет не гарантирует, что у вас этот контур замкнется. Но если он у вас замкнется, вы точно получите разделимость. Если он не замкнется, это будет вход для ватершедера или любого другого алгоритма, который этот контур достроен. И вы сможете разделить клетки очень качественно. Таким образом, каждую по одессе сможете исследовать. Вот. И... Короче, это потрясающе работает. У нас это заработало для примеров, которые выложены, но у наших дамок это не заработало. Мы не знаем, кто так, почему. Потому что заметка проблем. Вопросы какие-то есть в плане? Да. Я понимаю, что это не значит, это диссертации, но... Да-да-да. Вопрос такой вот. В принципе, вот эти все вещи, они хорошо известны. Ну, например, то есть я в 2015 году в МГТУ имени Баумана такие вещи, они уже были решены. То есть вот интереснее именно вот ваш научный вклад, ну, то есть что вы такого интересного нашли вот за последнее время? Вы же работаете по делу? Ну, именно... Два месяца работаете. А, только два раза. Вы собрали этот диссерт и разметили? Ну, можно я скажу, просто? Да. Ну, не надо ничего делать. Значит, не просто... Право-бородом напоминается. Знаете, что-то когда Влад пришел, вот отдавая свою правую машину, ему сказали, а что ты пришел, обратный клад, вода известен, на койме известен, вода известен, вода известен, вода известен, что ты изобрел? Как бы поэтому в этом случае... Значит, я хочу как-то прокомментировать, вот эта вот задачка с расширением, вот с выделением клеточек здесь. Значит, первая статья, вот эта вот, первая статья, которую мы нашли, была в 2001 году, мне отметили признаки, у них 99%. И там импакт какой-то второй. Значит, стараться с тебя выходит через 3 года, в том через год, в том еще через год, и у всех 99%. А импакт все растет у журнала. Каждый журнал растет. Я занимаюсь, так получилось, что на самом деле моя основная деятельность и моя кандидатская по теме, ну как бы она пишется по теме данных электрофизиологии, там есть обратная задача электрофизиологии. И каждый год выходит статья в том журнале, в котором они пишут, что у нас точность восстановления неинвазивного, значит, неинвазивного восстановления электрофизиологии, электрофизиологических процессов на сердце 97, 98, 99%. Значит, если у вас нет стандартизованного датасета, причем не просто датасета, там есть стак, а какого-нибудь на 100 тысяч картинок, куда у вас 100 тысяч картинок, вы можете говорить о том, что наше решение лучше или хуже. Во всех остальных случаях вы берете стандартный датасет, получаете на нем отличные результаты, и все. У вас его должно работать. Почему люди это продают? Потому что они убедили FDA, что у них это работает. Ну, например, люди не убедили FDA про ролинки. Все, например, знают, что приложения, которые тектируют меланому, они запрещены использовать, хмаркетов и 4. Ни одно приложение не смогло доказать высокое качество распознавания. То есть, если берем датасет исследователей и дата работают, если мы берем датасет независимый, который не показывают, это не работает. Чем мы сейчас занимаемся? Дело в том, что на самом деле данные микроскопа, с микроскопом, их очень много. И если мы не смотрим задачи, которые имеют высокую задачу для коммерциализации, на каждую одну такую задачу существует около тысячи задач, которые просто биологи решают. То есть, если вы знаете, скаимать вообще был сделан по данным и не республике. Его просто писали биологи, потому что им надо было. Вот. 100 у нас есть. Первый датасет, который мы получили, у нас есть датасет на плохом микроскопе у нас 84 картинки, сейчас датасет на очень хорошем микроскопе, причем почти каждый кадр с двумя разными фокусами снят, на 304 картинки. это сегментация тучных клеток. Значит, тучная клетка это такая клетка, которая запускает у вас аллергию. То есть, она содержит гистамин, к ней привезает какой-то возбудитель, она гистамину всем выбрасывает, потом гистамин внутри себя снова создает, потом снова выбрасывает. И, значит, институт иммунологии физиологии он занимался вопросами локального воспаления очень много. То есть, вот вас комар кусает, у вас локальное воспаление. Проблема в том, что очень многие заболевания скорее всего с этим связаны. Например, мужское бесплодие это на самом деле средство семенников самца-крысы. И, значит, он специальным бичтам покрашен, который эти тучки клетки видят. То есть, они свойственны гистамину и их окрашивают. И, значит, нюанс здесь в чем? Значит, статей по сегментации этого они единичные. То есть, в реальности две-три штуки, но они как бы актуальны, потому что люди делают на них исследования и так далее. И сложность здесь в чем заключается? У вас вот здесь клеточка с хорошей границей, которая есть, а клетки, которые выпустили гистамин, они выглядят вот так вот. Соответственно, когда вы пытаетесь найти локальный паттерн или каким детектором эдж, там, кровя в кани, вы, по-моему, ничего не идете. Вот. Сейчас у нас точность определения их. Ну, короче, мы все ищем, которые есть. Я в том, что мы видим дополнительные. Приблизительно на 100 реальных существующих клеток мы видим две дополнительные. Ну, пока эта проблема не решилась, короче. Значит, то, что мы делаем сами, это определение локонцитарной формулы. Значит, идея такая. На самом деле, все, да, все вообще работы, которые выполнены на этом, они используют очень хорошие микроскопы. То есть, там увеличение больше, как раз вот это включение 100 и еще 10-ти кратное цифровое увеличение. 10-ти кратное цифровое увеличение есть не у всех. То есть, на самом деле, можно сделать решение, которое снимает камера 5 мегапикселей, потому что человек может распределить даже на меньших качествах. То есть, он находит данные, эти данные совпадают, ну, это верифицируем, и человек глазами видит лучше. Чем все адвокатные, которые сейчас представлены. И это вот самый дешевый метод, который есть. Мы пытаемся, у нас есть свой микроскоп, мы просто поставили к ним камеру телефона и смотрим, как они фотографируются. То есть, берется мазок крови, это краситель Azur Azin, значит, там на 400 рублей можно делать 100 тысяч проб, поэтому на копейки стоит. Вот это его окрашивание. И мы, собственно, берем, сами пишем с разными телефонами, с разными этими, что получается. В МИДе 2 открытый датасет примерно такой же с такими же качествами изображения. Примерно столько изображений еще у нас получено. Значит, это с Литтером Гарса. Вот это самая сложная задача сейчас, с которой мы еще не знаем, как взяться. Значит, проблема в следующем. Это очень большая картинка, и надо, чтобы этот объект попадал целиком в кадр. И они, значит, их самих по себе существуют около 30 типов. То есть, там 30 типов патологии. То есть, вот здесь вот это его нормальный вид, как он должен выглядеть. Это, вот в нем, эта белая штука, это фиброз. То есть, я даже здесь краев не вижу, где он находится. Значит, это вещи, продуцирующие инсулин. То есть, в селезенке находятся такие астритом Гарса, и у человека и у крысы всех, и они продуцируют инсулин. То есть, вы можете взять мутантную крысу, у которой диабет, и у него будет рушон типа такого. Вот. И, значит, мы хоть раз попробуем fully convolutional network, но пока не работает. Ну, два месяца работаем, чем. И, значит, самый сложный, датасет, который у нас есть, сложный он не потому, что он сложный, а потому, что его очень непонятно, как размечать. Значит, конфокальный микроскоп смотрит на белки. Это прям белок. То есть, это не клетка, а прям вот белок. И, значит, это белок кинезин, он использует энергию ТФ и начинает полстать. Фактически, это маленькие такие червячки, только они размеры с несколько микрон, которые на подложке двигаются. На подложке здесь специально сделано, простое присутствие ТФ, и они пошли. То есть, это видео, много-много кадров, значит, надо каждую из них найти и осадить, куда они двигаются. Вот. И проблема в следующем. Эти штуки пересекаются, соответственно, как человек распределяет, какой, к чему относится. Он потом смотрит, вот, наверное, 10 кадров вперед, смотрит, куда, какой полст по размеру. Если они разные по размеру, а, ну, этот полст сюда, этот туда. И люди берут руками и метят их траекторию, потом делят на время и получают их скорость. А они знают, что каждая такая штучка с разным размером, это, короче, специально там сделано так, чтобы каждый из них был с разным эффектом, и вы там с таким методом тестируете эффекты в 10. Кстати, это работа в Q1 журнале, вот это вот одна из многих таких работ с прошлого года в Q1, которые люди делают. И вот у нас после этого остался дата-сет. То есть им эти данные бесполезны уже, потому что они по ним публикацию написали, а дата-сет у них остался. Весят, короче, 6 гигабайт. Там видео, что-то, что-то, что-то штук по 40 кадров. Вот. Ну, как-то так. Ну, в общем-то, что у нас есть? Я хочу пригласить всех сотрудничеств, особенно магистров, если есть. У нас есть помещение. Спасибо. У нас есть отдельное помещение, значит, приблизительно там может сидеть человек 6. У всех студентов в лаборатории сейчас 12 человек, то есть это второкурсники и третикурсники. У нас есть чайник-посуда. У нас, значит, есть хранилище внутри УФУ с быстрым доступом, уже 73 мегабитов в секунду. Есть кластер УФУ, который, соответственно, с такой же скорость будет дать данную. То есть не надо поднимать ходу, вы можете закидать на кластер, а потом просто собрать все результаты. Вот. И, в общем-то, мы с Дим, пытаемся вот по каждой из этих сдач работать. Лучше всего у нас пока получается здесь. Надеемся, что первую публикацию уже выдадим на конференцию. ФАТИ, физико-технологии инновации. Но пока пока не выделано. Вот. Какие-то есть вопросы? В общем, я приглашаю всех поработать с нами. То есть суть лаборатории студенческой, потому что мы собираем датасеты, имеете, неразначена. Если у вас есть идеи, вы хотите поработать с ними, нато. И, вон, вопрос. Можно вы, по-моему? Да, там, где вот кто-то, садим, там, где вы сами с фотоаппарата снимаете, да, с телефона. А кто, на самом деле, в итоге-то делает итоговый анализ? То есть, вы знаете, чем-то обучающий выбор как-то формировать, вот сняли это, да, сняли это, сняли это, сняли это. Мне нужно 12 студентов. То есть не специалисты, а студенты будут это все считать. Да, я объясню, почему. Значит, у вас есть задача, где эксперствует очень долго. То есть, разметить датасет по сердцу, это нереально сделать студенту. Потому что, если вы поставили студента, и он разметит сейчас, а через неделю разметит, у вас дайснетик и будет 0,84. Мы это делаем. Причем, это делал не студент, это делал человек с утром года 5 лет. Если вы дадите эксперту, который получает 80 тысяч радиологов, который сидит с гиперскопом, он сейчас разметит, через год разметит. Его абсолютно совпадет. Там будет 0,99 с точки сюда пикселя. Значит, идея в следующем. У вас есть данные, которые вы можете разметить. Вот, и вы же, ну, все люди берут на толоку, там, на Яндекс.Толоку или на этот, покидывают данные, да. И вы на них смотрите и метите, да. и что мы делаем? То есть, вот, конкретно вот под этот датасет у нас Руслана села в лабораторию, человек, он ее научил, она разметила, сколько это клеток, показала, сказал, вот этот тип такой-то, такой-то, ну, из этих там, это такая, вот здесь, вот эти, вот это вот, четвертый тип, и здесь четвертый тип. Здесь четвертый, здесь четвертый, здесь первое, так, первое здесь вообще нету. Это второй, 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 это третий. Из 30 кадров, она неравни не ошиблась, соответственно, она умеет это делать. То есть, это можно посетить лабораторию, он это будет уметь делать. Дальше, вот с этим можно сделать просто, можно заметить два датасета, и они либо совпадут, либо не совпадут. На самом деле, здесь есть очень хороший признак, который видны людям. Там либо есть грамм, либо нет. Здесь неудачный пример, потому что картинка ужасов. Здесь просто на применение микро. Что еще? Можно еще раз? Повторите вопрос, пожалуйста. Хорь, да, пропал. Можно я вопрос? А вот смотри, в решении этой задачи настолько вообще велики требования имеют производительности вашего продукта, урешит скорость работы. Ну, почему? Не знаю, потому что компьютерное зрение живо, хотя его хоронят, да хоронят, да хоронят, как коммунизм, короче, никак похоронить не могут. Вот, смысл в чем? Оно просто побыстрее, потому что условно какая-то задача, которая обрабатывается классическим ангаритмом культурного зрения за 20 миллисекунд, да, геросетки обрабатывается за 300. Да, да. Если у тебя нет графического ускорителя, то введение графического ускорителя угрожает решение на порядок. Вот, насколько ваши задачи велики имеют требования скорости работы и производительности геросетки. Я очень люблю вас. Ну, смотри, если ты ставишь оборудование в лабораторию, да, у тебя карточка стоит дешевле, чем линкоскоп. Ты просто купишь карточку, и у тебя будет считаться, если мы говорим про то, чтобы сделать решение для поля, это уже дополнительные вещи, которые требуют проработки. Вначале надо, чтобы это работало. Если это будет работать, в большом количестве случаев, то есть на датасетях не просто там с пяти человек записаны, то есть надо понимать, да, в чем нюанс. У вас пять человек, да, вот пять таких пластиночек, у вас фотографии одни, а там человек будет другой и будет другой. То есть надо пройти все этапы, понять, что это реально работает, а дальше уже думать. Вот. Спасибо. А сколько человеку надо студентов, чтобы образец классифицировать? Классифицировать? Ну да. Вот это вот лично я мечу за три минуты. Вот эту картинку. Если закрашивать, если просто брать паймт и закрашивать, если по контуру, я не мерил, мы закрашивали все целиком. А если студенту, который ты сидел в лаборатории, она метит за минуту. За минуту. А если брать профессиональный софт, который, в тот момент, в чем он вендор специфичный, часто, там лассо используется, то есть там берется точек, несколько точек, и вот он как бы линию поставим дорисовывать, и они не тянут ее, а прощелкивают, то такая разметка занимает 20 секунд. То есть такой вот вопрос получается, а сколько наградений человеку подготовить, и у него навык увеличивается со временем, когда он это раз в раз надевает? Да, вот на этой я точно знаю рост, то есть я знаю, что вот это, потому что я более-менее понимаю биологию, я могу точно это разметить без ошибок, меня занимает 3 минуты. Сколько обучения без управления человеку школьного? Ну, с первого раза в школьном по первому разу сколько он на время подготовить? Чтобы он точно типа... Сколько его нейронка обучает, чтобы потом начать классифицировать? Нет, а нейронка или человек? Его нейронка. Человек. Вы, по сути, естественно, нейронки используете для... Значит, чтобы тип определить, человек сел на рабочий день на 6 часов. 6 часов? 6 часов реально препараться и с экспертом. И он потом... Вот для этой задачи, да. То есть нужен эксперт. У меня задачи сегментации МРТ сердца... Невозможно. Я не знаю, сколько. Вот. Есть еще вопрос. То есть все эти задачи еще упираются в экспертов. Ну, то есть мы уберем двух экспертов и вообще почти... Все эти задачи я... Последние... Они убираются... У меня последние 15 минут рассказывают. Да, да, да. Нет, ну вот тоже. Проблемы именно вот тут-то у вас нет. Задача, что, например, придется другой эксперт, не менее крутой, да, и скажет, что это неправильно. Ну, то есть там... И там... Поэтому сейчас по четвертой публикации пишется, что тайс-метрика между экспертов составляла сколько-то процентов. Вот. И, значит, здесь вопрос. Значит, если мы говорим про клиническую медицину, то там эксперты очень сложно найти, потому что оно, первое, дорого стоит, его время дорого стоит, он где-то далеко, и он заинтересован только в одном случае. Ну, наших клиник здесь, вот в нашем городе ни одной клиники нету исследовательского бюджета. То есть там люди занимаются значит, докторские, кандидатские, сами для себя. И он сам мотивирует. Если мы берем сотрудника из любой лаборатории, а лабораторий довольно много, то есть у нас около больше двухсот лабораторий занимаются биологией в стране, то всякие эти заинтересованы публикации. Если здесь ты делаешь публикацию обменяющего инженерия, они тебе сами разметят. Они нам сами предлагали это разметить. Прямо мы вам сядем и все разметим. Простите, в последний вопрос. С точки зрения именно информационных технологий есть ли такая потенциальная нишка таких методов, когда есть какой-то простой способ обучить человека распознавать это. У нас есть база данных таких людей, там несколько тысяч, сотен тысяч человек. Есть несчастные эти африканцы, индийцы, кто угодно. Они на телефон фоткают, информационную систему загружают и за 20 секунд один из этого банка данных 100 тысяч делает классификацию. Второй, третий делает классификацию. Раз одновременно за ближайшую минуту сделали классификацию 100 человек. И вы раз это все сверяете, у вас получают результаты. Есть нейроны, админисформационные технологии. Такая нифа есть? Я думаю, что вот это вот наверное реально обучить. То есть если делать учебный материал нормальный, то это реально. Вот с этой вот задачей я, короче, сидел, читал книжки. Я так и не понял, к чему вот это отличается от этого. Ну, то есть вот этой штуки там еще четыре типа. Я даже из пятого раза... Есть такая нифа, да, когда люди могут? Люди могут, да. Такая нифа всегда есть, но вопрос опять же, эффективно, штаб. Что из этого? Вот это наверное человек может разделить, да. То есть на самом деле уделить белых червячков, если вот этот шум убрать, там белые червячки ползают, они пересеклись, человек откатил, отморисовал линию. Я не думаю, что это требует больше вопросов. То есть наверное вот для этой задачи это и есть. Вот для этой наверное нет. Для этой наверное требуется эксперт, но время обучения не супер большое, там понятно. Здесь очень легко. Есть момент еще какой, то есть тут очень много моментов есть с самим методикой, то есть вполне вероятно, например, что у нас первый датасет был без двойного фокуса, то есть просто они сидели на поле, и у вас эти точки, которые здесь вот так и скинут, они превращаются в размытые месиво. И по размытому месиво вы не можете вот это вот от этого отличить. Вот эти две части, вот этот тип от этого не отличается. Никак. Там размытые месиво. Чтобы его определить, надо сделать фотку в двух ракурсах. Соответственно момент какой, ну если мы берем просто датасет отдельно от человека, он просто придет, посмотрит, скажет, я не знаю это, потому что там невозможно. Вполне может быть такое. если нету второй картинки, то вы делаете скажем что-то. А можно что-то более экономический вопрос? Я просто лично наверное года с 2012 или 2013 ну вот на всех конференциях по медицинской тематике очень, ну часто вот этот вопрос обсуждается и ну каждый раз говорят, что вот-вот и мы во всех лабораториях заменим всех людей там на неровные, ну там сферополедни методы, там неровные сеть, еще что-то. А вот принципиально почему вот вроде бы 7 лет прошло, давайте начнем с того, что вы уже заменили вот эту вот штуку, вот эту вот вандура. Ну да. Заменилась сейчас. Ну то есть вот как вы считаете, в чем сейчас в реакциях? Проблема вред патологии, потому что у вас 99,90% людей нужно обычно выскорить, а 0,1% пациенту нужно специально. Откуда человек знает первое, в чем у нас этот человек, он читает книжку, у него нет никаких картинок, он читал книжку, он понимает, что происходит, он смотрит первый раз в жизни на мальдерин, здесь вы возьмете специалиста, который, гематологи, просто покажете маляринный плазмоний, он скажет это маляринный плазмоний, если вы покажете нейронки, ну вот в России, например, невозможно из этих данных, но таких данных нету, но человек, но вы возьмете врача обученного, посадите его в эту мальдеринный плазмоний, потому что я читал в книжке, я понимаю, что такое, я не дурак, а нейронку, откуда вы данные в сондество, чтобы обучить? У вас таких заболеваний куча, вот, например, ретиклуциты, они вообще в некоторых окрасках не видны, там надо выкручивать специальный свет, чтобы их хоть как-то было видно, они в такой, вот эти окраски, незрелые ретроциты, но их просто не видно, они такие же, вот цветы. Вы не обучите нейронку об этом? Если человек, нейронка вообще, в принципе, не знает, что клетки развиваются по времени, и скорее всего у этого человека вот такие, такое заболевание, потому что он по другим признакам будет видеть из-за размера среднего, и он будет думать, ну, наверное, надо поискать, нейронка не будет так рассуждать. Ну, да, я-то хотел как раз вот закону будущее, это понятно, а вот вопрос, как вы оцениваете именно будущее таких методов, то есть, ну, то есть, не знаю, в течение, там, пяти лета, может быть, какие-то адаптивные методы, да? В течение пяти лет? Или, там, десять лет. Уже сейчас есть публикация, которые читают научность, ну, то есть, есть методы, читающие научность статьи, из них делающие заключения. Обычно. При этом у нас сейчас в лаборатории взрослой сидит один человек и пытается сделать штуку, которая в узкой, очень области будет автоматически доставать результаты и совмещать. Отличается плохо, но это отдельный вопрос. Я думаю, что в перспективе 20-30 лет есть текстовое описание и он как будет учиться. в сфере регуляторной политики, юридической ответственности. Это основные барьеры. Ну, нет. Технически мы рано или поздно всех победим на дорогах. У нас в России нету производителей микроскопов под таким софтом, то есть, который умеет распознавать. Зато производители... Господи, где на этом софте? Ну, потому что нужно спецификацию противодействовать, что все хорошо. И это очень дорого. Потому что если ты борешь только на страну, это не выгодно делать. А вот, например, для проверки молока по зрительству не есть. Потому что это дешево. У вас в США 30% его медицинского продукта составляет в прохведении в дар для медицинского продукта. Соответственно, если у вас вы уходите ветеранирирую, у вас рынок очень сильно запрещается, цель речи очень сильно запрещается, на лимитуре, не понял. Почему носимые числи? Почему носимые числи и делают революцию? Они не делают революцию. Потому что крепления на тело нормального нету для того, чтобы лиды сочетать с груди и смотреть, что реально вообще по совершению. А все носимые устройства собачкам не нужны. Пока-то на собачках нет. Тестил он сюда алгоритм? Ну и что, что он там видит? Там экстасисты. И что? Ну и холтер тоже видит. Потому что вы знаете, что у человека там больше экстасисты, у вас диагностик не поменяется. С каждым человеком то же самое, типа, не ездят в общественном транспорте и не работают. Ну это реальное заключение, потому что ну как бы да. То есть, понимаете, в чем фишка? У вас должна быть ценность, да? Прямосимая. Вот почему я говорю, что вот эта технология бесполезна для клиники? Реально она бесполезна. Потому что, если вы покупали, у вас едет человек, стоит дешевле, и у него проточница тефлометра окупается. Вопрос, для всех остальных случаев он окупается или нет? Надо исследовать и смотреть. Вот. То есть, я же не говорю, что это вот типа, ну то есть, это вот правда, То есть, есть статичность, которая вот эта делается за вот это. Другой вопрос, зачем клиники, потому что проточница тефлометра можно еще использовать в других анализах. Вот другой вопрос, папмазок, это вот женская онкология, на высокую папилалу, она не нарезервится по точке тефлометра, там можно только смотреть глазами. И обучение специалистов там стоит очень дорого, потому что клеток очень разного типа, и шанс ошибки очень большой. И все универные, которые сейчас есть, они не позволяют использовать клиники, потому что не ошибаются в этих человеках. Но опять же вопрос, то есть, это проблема в том, что они данные не набрали? Или в чем? Ну, скорее всего, они не набрали просто данные. У них просто нету данных. Резюмировать. Что тебе нужно, кроме рабов? Какой правильник? Робов. Робов? Ребята. Ну, во-первых, у нас нету рабов. Ну, я... Это было саркасто. Конечно, это добровольцы, которые высокомотивированы и готовы послужить науки медицины. Кстати, я не сильно мотивированный, потому что 15-14 часов в неделю заедут каждый сидит. Значит, вот по поводу этого всего я ищу, во-первых, магистров, которые могут делать нормальный софт, потому что в среднем уровне второкурсников не позволяет сделать более нормальный алгоритм. то есть вот это вот у нас не заработало. И чтобы понять, почему это не работает, мы должны все разобраться. У меня есть два студента, это четырехкурсник и магистр, но они заняты сейчас проектом и прочее. Если у вас есть желание поработать с нашими данными и просто сделать выход в статье, я готов предоставить эти данные, здесь вместе помочь разобрать. магистров-то нужны дата-сайентисты или которые за коррационализацию обещают? Дата-сайентисты. Нужны дата-сайентисты, которые шарят. То есть ну хотя бы на каком-то сериале работают. По поводу разметки и прочее, конечно, нам нужны FTI. То есть нам по-хорошему мы пока не можем найти человека с FTI, потому что туда сложно выйти. По-хорошему нам, конечно, нужен человек в лаборатории постоянно, потому что мы в итоге упрёмся в разметку именно из-за этого. Практически вот это невозможно разметить, если ты не сидел в лаборатории несколько месяцев. То есть дата-сет есть, и мы готовы его дать. Ну как бы есть люди, которые хотят сидеть в лаборатории, но их туда не пускают. Из нас это можно сделать. Я знаю, что такие люди есть, я знаю, что есть лаборатории, которых принят. Но за два месяца ко мне пока никто не дышал пока что. Вот. Поэтому мне нужны люди сидящие в лаборатории и делающие отметку. Если вам просто хочется потусоваться, но вы не дата-сайентист, у нас, например, проблемы с админом. Мы не можем решить свои проблемы с сетями, с подключением к интернету и прочим. Потому что в итоге вы решаете тоже либо я, мое время темно. И пансовые ресурсы для тех людей, у которых в лаборатории есть какие-то ваши проблемы? А вот можно потом мне на камеру? Ага, хорошо. Ну, какой-то кинем. Круто. Как выключать это оборудование?